Дорогие друзья, дамы и господа, поздравляю вас с Днём Народного Единства. Значение этого праздника прежде всего историческое, нравственное, духовное. Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться ради его процветания. Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность. На них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма – важнейшая часть общенациональной культуры. Стержень нашей генетической памяти. Эти традиции всегда вдохновляли на благородные поступки, настоящие прорывы, на создание подлинных творческих шедевров. Такое весьма необычное начало программы об условно праздникам, что мы отмечали накануне. Ну и не могли мы обойти стороной выступления нашего всенародно избранного президента Владимира Владимировича Путина. Хотелось бы отметить, что слова эти действительно, как всегда у него бывают, золотые. Ибо высокие идеалы патриотизма на самом деле имеют особую ценность. Ведь жить и свершать победы они нам помогают. Реально помогают. Расскажу вам небольшую историю из жизни своей. Вырос я в городке небольшом на улице имени Минина. В силу своего возраста тогда я даже и не задумывался о том, кто такой этот самый Минин. Зато я знал, что сограждане мои космос освоили. И что города построили там, где недавно еще и жить невозможно было. А еще я знал, что 21 век уже не за горами. И что он станет веком новых свершений и прорывов, как в книжках фантастических описывалось. И стимул тогда был у меня конкретный, чтобы учиться и стать достойным сыном своих родителей, которые строили атомные электростанции по всей нашей необъятной родине. Сейчас же вам любой школьник и ответит, кем были минины пожарские. Ибо учить это стало в Обязаловку. А вот на все остальное в школах, мягко говоря, забили. Скажите, пожалуйста, когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война? Ой, пожалуйста, не меня, пожалуйста. Что из себя представляет Нюрнбергский процесс? Следующий вопрос. Который в открытый космос, не знаю, но вот который именно... Ой, ну ну это же не Ламбергстон, как американец. А кто в открытый космос выслал? Ну он, наверное, тоже. А еще патриотизм выражается в том, что про родину свою нужно хотя бы что-то знать. В школе нам учителя с гордостью рассказывали, что страна наша – это шестая часть суши. И простирается она от Балтийского моря до Японского. И реки все основные мы тоже знали. Да при чем тут вообще школа? Это ведь и родители дома рассказывали. Ведь как можно любить свою страну, не зная, что она из себя представляет? И знал я, что государство у нас социальное. И что я жилье получу хорошее, если буду хорошо учиться. А родители открыли на мое имя депозит и ежемесячно отчисляли туда часть своей зарплаты. Чтобы после наступления совершеннолетия на эти накопления я мог купить себе хорошую машину. И заметьте, все жили без этого праздника. Жили себе спокойно, не тужили. Путешествовали по самой большой стране в мире. И на море, и в горы люди строили планы на будущее. Были реальными патриотами своей родины. Каждый вносил свой вклад в ее развитие. Каждый относился к своей работе с любовью. И кстати, слово родина тогда писали с большой буквы. А потом, словно смерть с косой, внезапно к нам пришла перестройка. Заводы встали. Надобность новых электростанций тоже отпала. И полученную бесплатно от государства квартиру эту на улице Минина, в честь заслуг, которого мы получили дополнительный выходной сейчас, пришлось продать за бесценок. И вообще уехать из этого городка. Ибо работать там стало просто негде. Кстати, депозит этот в Сбербанке я в итоге обналичил. Но он той суммы, что была на нем в то время, не хватило даже на оплату такси от банка до дома. Вот такой вот грустный праздник получается. Один день в году мы со всеми сильными мерами всего, например, с главой Сбербанка Германом Грефом едины. Только вот Греф этот имеет возможность отпраздновать этот день на мои и на ваши деньги. С тех самых обесценившихся сберкнижек. А мы с вами теперь из года в год слушаем его монологи «Как нельзя власть отдать народу». Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Потому что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть, власть фактически, в руки населения. К другим темам. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Юлия Гладских популярно объяснила молодежи, что государство ничего им не должно. Да и вообще, зачем они родились? Родители их никто рожать не просил. На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. А вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Чиновницу эту после таких слов сразу же публично пожурили. И вроде как бы даже уволили. Но тут же нашли и тепленькое местечко в Министерстве природных ресурсов. А че? Девка просто сказала, что думала, что у нее на уме было. Просто не обратила внимания на включенную камеру. О том, что еще происходило в сфере промышленности и производства в России на минувшей неделе, прямо сейчас в нашей рубрике «После выборов». План по сбору налогов важнее, чем благополучие тысячи семей. Именно столько человек трудится на заводе «Рут Гурмаш», что находится в Воронеже. Федеральная налоговая служба не прекратит банкротство завода, несмотря на обещания трудового коллектива самостоятельно выплатить долги предприятия. Несмотря на то, что руководство компании уже подготовило проект мирового соглашения с чиновниками, они все никак уняться не могут, требуют залог имущества. Общая сумма долга юрлица компании «Рут Гурмаш» составила более 187 миллионов рублей. Эту сумму представители «Рут Гурмаша» собрались оплачивать ежемесячно, внося по 8,1 миллиона рублей вплоть до августа 2020 года. И снова в Воронеж. Управление Следственного комитета России по области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями на стеклотарном заводе. В мае этого года предприятие остановило работу из-за долгов перед «Газпромом» на 83 миллиона рублей. И сегодня кредиторы добиваются банкротства юрлица завода. По версии следствия, с ноября 2017 года неустановленные лица из числа руководства компании умышленно перестали оплачивать договоры на поставку газа и направляли доход на иные нужды, а также на личные цели учредителей и руководителей указанной организации. По опубликованной отчетности чистая прибыль предприятия за минувший год составила более 31 миллиона рублей. После того, как дочерняя структура «Газпрома» полностью прекратила поставку топлива на завод, производство там остановилось. В итоге более чем 300 работников завода остались без зарплаты, после чего людей вообще сократили. Как отметили в Следственном комитете, на самом заводе и у учредителей компании уже прошли обыски, в результате которых изъяты около 1 миллиона рублей, а также документы, которые свидетельствуют о выводе денежных средств со счетов организации. В Дагестане на российско-итальянском заводе по производству керамических изделий «Мараби» недавно была открыта процедура банкротства. Об этом сообщили в арбитражном суде республики. Завод запустили в начале 2017 года, но уже в мае этого года производство остановилось. Более чем 100 сотрудников отправились в неоплачиваемый отпуск, а долг по зарплате перед ними превысил 4,5 миллиона рублей. Из-за резкого падения уровня производства растут долги регионов. Долги субъектов России к сентябрю превысили 2 триллиона рублей. Но это в общем по стране. Теперь по регионам. Субъекты Центрального федерального округа задолжали более 442 миллиардов рублей. Регионы Северо-Западного федерального округа задолжали более 216 миллиардов рублей. В Южном федеральном округе назанимали более 238 миллиардов рублей. Похоже, что самые маленькие долги на Кавказе. Северокавказский федеральный округ должен всего лишь около 70 миллиардов рублей. Рекордсменом является Приволжский федеральный округ с долгом более 552 миллиардов рублей. Уральский федеральный округ скорее середнячок с долгом 132 миллиарда рублей. Области Сибирского федерального округа должны 327 миллиардов рублей. Ну и, наконец, Дальний Восток должен 172 миллиарда рублей. Среди них рекордсмены – это Московская, Нижегородская области, Татарстан, Самарская область, Свердловская область, Мордовия, Республика Саха, Хабаровский край, Удмуртия и Петербург. И еще немного статистики вам. Уровень безработицы в России, в общем, вроде бы как бы остается стабильным, однако идет перекосы внутри страны. Как мы сейчас увидим, на Кавказе дела с этим вообще плохи. Самый высокий уровень безработицы – аж почти 27% в Республике Ингушетия. За ней следует Тыва с результатом в 16,3%. Тройку лидеров замыкает Чечня с результатом в 13,9%. В Дагестане и Карачаево-Черкесии дела с работой обстоят чуточку лучше. Тут не могут найти себе работу чуть более 11% населения. В Республике Алтай уровень безработицы немного не дотянул до 11%. В Забайкальском крае не работают 10,8% работоспособного населения. В Калмыкии уже 10,7%. В Северной Осетии дела чуть лучше – 10,4%. Ну и замыкает десятку регионов-лидеров по безработице Кабардино-Балкарии с результатом в 9,8%. О том, чем по всей стране занимались чиновники, в нашей постоянной рубрике «Политпогода». И вновь в эфире «Политпогода». В Башкирии магнитные бури действуют на головы власти мущих. Временно исполняющий обязанности главы республики Плутоний, ой, простите, Радий Хабиров, обсуждая отчеты об уровне смертности в регионе, посоветовал начальнику ГАИ Динару Гельмантединову тихонько застрелиться, ну или как минимум уволиться. С каких пор кому-либо дозволяется призывать кого-либо к самоубийству? Непонятно. А в Севастополе дуют зловонные ветра. При строительстве очистных сооружений «Южные» пропали полмиллиарда рублей. Если так пойдет и дальше, то карьера губернатора Овсянникова окажется под ударом из-за канализации. Вот так вот поплывет по вонючей реченьке. Резкие заморозки и буреостолбенения в Хабаровском крае ждут министра здравоохранения. Александр Витько заявил, что все нормальные врачи в регионе получают не менее, внимание, 47 тысячам в месяц, а остальные просто лентяи. Ну, где-то мы это уже видели. А, точно, это же наш дорогой премьер-министр Медведев, так стыдил учителей своей работой. Точно. И действительно, хороший подчиненный всегда и всему учится у кого? Конечно же, у своего шефа. Все, на сегодня хватит. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» в эфире Крик ТВ. Краткую версию смотрите на канале «Реальная журналистика». Регулярно заходите на наш сайт kriknews.ru. Там вы найдете много интересного. Звоните нам в редакцию по телефону 8343-262-7937. Обратите внимание, номер изменился. Также ищите нас в соцсетях. Подписывайтесь на наши группы и на наш канал в YouTube. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю.